Ну что, ну что? Это очередная номинация. Что я могу тут сказать? Теперь куда волнительнее. Теперь куда волнительнее, потому что это уже второй раз, потому что вторая пара уже другая. Мне кажется, я теперь просто неделю не буду спать. Не буду есть. Потому что я уже говорила в предыдущем выпуске, что это волнительно, но теперь это в сто тысяч раз лучше. По ощущениям. Конечно, в прошлый раз я была удивлена, то в этот раз, ну, наверное, это заслуженная номинация, потому что мы реально накосячили. Если все предыдущие номера я... Ну, может, мне какие-то номера не нравились особо, но в целом, по ощущениям, по катанию было нормально. То в этом мы действительно спотыкались, там были косяки. В общем, да. Все, что нам остается, это надеяться только на вашу поддержку опять, снова. Я не знаю. Не потеряли ли мы вашего доверия? Потому что голосовать второй раз подряд, это, конечно, сильно. Просто не очень хочется вылетать из проекта, хочется еще столько всего сделать, столько всего показать. Просто спасибо, что голосуете. И я не знаю, как в этот раз все сложится. В любом случае, спасибо вам огромное, что вы смотрели нас и были с нами, поддерживали столько, боже мой, столько слов поддержки. Просто я не получала никогда. И это дорогого стоит. У меня все в шоколаде. У меня все в жизни в шоколаде, друзья. На самом деле, сегодня мы катаемся одни. Потому что все наши тренера, они на съемке, ой, господи, на какой съемке, на шоу Анны Карениной, вот, в Лужниках. Поэтому сегодня мы вообще сами. Мы вчера только собрали номер. И то, как бы, не совсем до конца. Записали его на видео. И вот сейчас я буду учить Никиту, а делать там какие-то его шаги. И, короче, вкатывать этот номер. Вот. Это, конечно, очень интересно. Интересный опыт. Я буду стараться донести до Никиты все как надо. Чтобы он все быстро схватил. И круто откатал. Стримим, стримим. Ты знаешь, какая тема будет? Оу, ты тоже стримишь? Ну нет, я пока не стримлю. Это блог. Это предварительный стрим. Да. Короче, есть идея у нас быть типа а-ля Kingsman или John Wick. Что-то в таком духе делать. Пара кровки все вместе. Короче, да, да, да. Матрица, Эквилибриум. Мы все решили перемешать и устроить перестрелку. Да, это будет, мне кажется, мощно. Какую музыку? Это, короче, кавер на Britney Spears Toxic. Но он такой прямо супер эпичный. Как будто бы он из сантрека Kingsman или John Wick. Ну, такое по атмосфере прям. Да, он такой тяжеловатый. Либо сантрек для вступительных титров James Bond. Вполне подходит. В общем, да, мы пытаемся поставить номер по видео, которое у меня записано. Что-то мы меняем, чтобы нам самим было удобно. Потому что не все шаги там понятны, короче. Поэтому я немножечко хитрю и ставлю на свое усмотрение. Ну, блин, а что делать? Что делать, если смотрите? Короче, ставлю на свое усмотрение, чтобы нам обоим было удобненько. Потому что, ну, вот нельзя нас оставлять наедине с программой. Мы будем приятелить. Прекрасно. Всем доброе утро. Я решила провести его с вами. Поэтому, так как этот влог получится опять у меня более такой построенный на разговорах, то давайте с вами поговорим. Я не буду очень сильно надаваться в подробности своей жизни, но расскажу, допустим, как я пришла на Ледниковой и когда. Начнем с того, что в прошлом году, в прошлом сезоне, я очень хотела в нем участвовать. И мне даже в какой-то момент предложили, но было уже поздно. То есть это был уже конец августа, и первый канал просто не хотел создавать там новую пару дополнительную. Вот, поэтому я, конечно, немножко расстроилась. Но в этом году, где-то, наверное, в конце июня, мне написал Илья. Ну, собственно, предложил принять участие, приехать там попробоваться с потенциальным партнером. И я приехала. Я приехала, попробовалась. Мы с партнером не очень друг к другу подошли. Ну, как бы визуально, потому что Илья старается прям подобрать, чтобы пара выглядела хорошо. Вот, мы не подошли, и потом в какой-то момент я отказалась от участия. Это был конец июня. Потому что там были какие-то свои планы на осень. Но жизнь несла свои коррективы, и время освободилось. Я бы думала, почему, собственно, не поучаствовать. Я всегда об этом так мечтала. Ну, и, короче, где-то тоже самый-самый конец августа, буквально там два дня, я пишу, говорю Илье, что я бы приняла участие. И, собственно, приезжаю снова на пробы с партнером. С каким, непонятно пока. Илья говорит, блин, если бы ты написала мне, типа, буквально на день позже, то все, как бы я уже сформировала все пары, и она, как бы, ничего бы не вышла. Но чуйка, друзья, чуйка. Вот. Ну, короче, и приехал Никита. Нас познакомили, сказали, вот такой расклад, вот может получиться такая пара. Вот, собственно, так я и попала в это прекрасное шоу, которое я смотрела еще ребенком, сидя на диване с родителями. И я, на самом деле, тогда просто мечтала. Мечтала в нем участвовать, и я думала, блин, это нереально. Это ну как? А нет, друзья, все реально. Так что главное, мечтайте и верьте в это. И неважно, через сколько лет, через 15, через год или через неделю, ваши мечты обязательно сбудутся. Ну, в процессе, в процессе обсуждения. Греем коньки. Греем коньки. А, потому что холодильник вообще, конечно. Так, хорошо. Но главное, на самом деле, музыку все это разложить. Ну, чтобы ее нарезали нормально. Надо точно понимать, где добавлять, куда что смещать. И можешь прям такую сценку разыграть, что да, ты, ну, по-любому, там не просто надо открывать глаза, а надо какой-нибудь там, типа, импульс. Ну, да, да, да. Офигачит. А я, может быть, наоборот, увидел, что я откачивался и прям ему могу заорать. Вставай! Ну, у нас же время, у нас миссия, допустим, это. Давай, вставай! Погнали. Ну, да. Пытаемся справиться с плохо нарезанной музыкой. Профессионал Гонри сидит, объясняет, как надо, что нам сделать. Ой, друзья, мне кажется, я сломала палец. Свой средний палец. Вчера даже не поняла, на чем, но он заболел. К вечеру немного опух, утром опух еще больше. Красота. Вот. Врач сказал, может быть, трещина. Вполне вероятно. Ну, все это фигня, я могу кататься, могу все делать, если совсем плохо. Немножечко обезболивающего, и все классно. Так что работаем дальше. И не через такое проходили. Не через такое. Вот. Сонный палец, господи. Это тоже мне. Че, Никит, как тебе наш сегодняшний прогон? Ну, блин. Давайте еще раз. Не знаю. Я не могу сказать, что я доволен. Потому что, естественно, ни хера не выходит. То, что вчера выходило. Ну, по логике, да. Но все мои крутые книжки, которые... Вращения всякие. Что-то в этот раз не получается. Мне кажется, что вы вроде не особо раскатались. Ну, может быть, видишь, но как завтра мы раскатаемся, тоже непонятно. Это всегда как-то так происходит спонтанно. Есть день, когда прямо все очень хорошо получается. И есть день, когда ни хрена не получается. А вас папа уже нормально. Не, ну... Мне похер. Мне... У меня стволы есть. Мы продолжаем мерзнуть и учить твизло. Давай, Никита, у тебя классный твизло. Просто говорю, не отпускай спину слишком. Ну, то есть... Не отпускай руки, не падай руками. И по скороге, не падай руками, а потом делает твизло. Здесь тоже тебе важно держать вверх. Как бы как только напряженность. То есть как только ты его расслабляешь, все, и тебе уже может понести там в любую сторону. Вот ты делаешь телевешки, напряги прямо от плечи. И руки, чтобы они как бы не болтались, а прям были зафиксированы. Тогда у тебя будет более устойчивая позиция. Ну и по ногам в коленях помягче. Вот, сейчас нормально. Как хорошо. Здесь сейчас перешел в твизло. Тот был классный твизл, а вот здесь прямо, прямо знаешь, типа телом немного свалился и все. Перебежки там главное делать спокойные. То есть когда ты не спешишь, они у тебя хорошие, гладкие. А ты ее, ну, забей на нее, не дотягиваю ее так сильно. Хороший. Сейчас не переходи на зубцы. Вот сейчас нормально было. Просто спокойно нигде не бежишь и спину вниз не бросаешь. И спину вниз не бросаешь. Работаем. Работаем. Я со своим пальцем. Уже завтра прогоны. На самом деле вот этот номер мы успели отработать куда лучше, чем предыдущий, потому что, ну, как бы, да, времени побольше. Так что катаемся. Я жутко мерзла. Я не знаю, то ли потому что на улице похолодало здесь тоже, то ли просто мое холодное. Мне всегда. Друзья, всем доброе утро. Сегодня день съемки. Мы с Никитой номинанты. Я напоминаю об этом. И сейчас чуть больше пяти утра, когда же я проснулась, а проснулась я уже достаточно давно. Точнее, можно сказать, я даже практически не спала. Хотя очень пыталась, правда. Вот. Но как-то... как-то сегодня не пошло. И на самом деле так уже недели две. Это просто, не знаю, какая-то подсознательная штука, наверное. Вот. Но это никак не помешает прокату, потому что я полностью бодра. Буду еще бодрее. Не считая моего, конечно, сломанного пальца. Но это не суть, не важно. Номер у нас классный, убойный. Мы там очень активны, опасны. Так что... Так что надеюсь, ему понравится. Вот. В любом случае. И... Ну, сейчас я уже поеду скоро на каточек. Часиков 7, наверное. Вот. Там надо померить костюм. Надо размяться. Обязательно. Разминка очень важна, потому что я вот... Пару раз не размялась, и все. Там у меня чуть плечо потянуло, еще что-то. Вот. Так что разминка важна. Даже разминка перед разминкой. Вот. Ах, это, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо всем, кто болеет, поддерживает, пишет хорошие слова. Это очень приятно, это очень важно. Действительно. Вот. Давайте все будем добрее друг к другу. Ой, друзья, на улице такая холодина. А еще и темно до сих пор, посмотрите. Утеплилась как могу. Потому что на катке, я не знаю по какой причине, но там типа тоже стало холодно. То есть, либо от того, что на улице похолодало, там тоже, ну, температура понизилась, такое бывает. Либо я не знаю, либо я просто мерзлячка. И мерзнуть всегда и везде. Ну, короче, неважно. Я сейчас раскатываюсь в пуховике. Я к восьмому, короче, выпуску для себя поняла, что я буду раскатываться, ну, типа не в толстовке, а в пуховике. Ну, знаете, лучше поздно, чем никогда. Поэтому вот такой у меня лайфхак. Все. На этом все. Я поехала. Друзья, если вы вдруг увидите в семь утра вот такого снеговика на улице, то это я. Это я еду на съемку. Да, любитого периода. Знаете, что меня радует? Что народу нету на улицах. Хотя странно, потому что сегодня даже не воскресенье. Короче, вот. Делай снеговик в семь утра на улице. Весь укутан. Это я. Просто к сведению. Утренняя раскатка, друзья. Мы самые первые сегодня катаем, поэтому лед еще прекрасно. Гладкий. Могу показать вам свои лосины. В общем, да, я раскатываюсь в пуховике, потому что мне, как всегда, очень холодно. И снимать я его сейчас не собираюсь, чтобы показать вам костюм. Поэтому увидеть его очень хочет. Сейчас надо вспомнить программу, потому что я что-то вчера вышла и начала тупить. Начала тупить. Забыла некоторые места. Потому что мы в основном на той арене катали, а сюда вышли, типа, и что-то я немного потерялась. Вот поэтому сейчас надо просто у себя в голове очередной миллионный раз пройти программу. Не пойти вот так. Потом пройти ее с Никитой. Вот. И все будет хорошо. Главное, чтобы... Главное, не мерзнуть. Вот. Остальное наладится. Главное, не мерзнуть. Ну все, друзья, мы готовы идти на номинацию. Раскатались на киты. Все было очень круто сейчас на раскарке. Надеюсь, вот в любом случае мы откатали классно. И вам понравилось. Ну что, бай-бай, друзья. Номинация прошла не успешно, не в нашу пользу. Поэтому мы с Никитой должны покинуть этот проект. И что я могу сказать? Я все время забываю, что фигурное катание – это боль. Во всех смыслах этого слова. Но каждый раз в него возвращаюсь. Каждый раз выступаю на те же грабли. И, видимо, мне это нравится. Такой мазохизм. Вот. Но в целом я бы хотела сказать огромное спасибо Илье за то, что он предоставил мне такую возможность раскрыть себя, попробовать себя в чем-то новом, в чем-то новом, старом. Огромное спасибо всем, кто с нами работал. Это Макс Талитский, Албена. Это Елена Станиславовна. Огромное спасибо Ксюша. Я не уверена, что ты это смотришь. Но, тем не менее, без тебя бы на проекте творился бы хаос. Тебе огромное спасибо за все. Ну и, конечно, Никита. Никитос. Никитыч. Николодион. Я очень рада, что каталась именно с тобой, несмотря на то, что ты практически единственный из участников парней, который впервые встал на коньки. И было нам с тобой не всегда просто. Но было нереально круто, кайфово. Мы делали, правда, очень запоминающиеся номера. И я считаю, это самое главное. Я буду скучать по этому проекту. К сожалению, никакого контента после мы не записали, потому что состояние было не самое веселое. В итоге немного разбитая раздевалка и разбитые коньки. Но ладно, это уже другая история. Так что контента оттуда, к сожалению, нету. Не с разбитой раздевалки, а в принципе, с катка. Но я была очень рада вести этот влог. Сколько там? 8 выпусков ледникового периода. И кто знает, может быть, я продолжу. Я продолжу делать такие штуки, писать видео, но уже о чем-то другом. Так что я не думаю, что с вами мы прощаемся. И, кстати, еще самое огромное спасибо вам, зрители, телезрители, болельщики, которые отправляли за нас с Никитой смс-ки, которые писали добрые слова. И это самое важное, чтобы чувствовать то, что мы делали с Никитой, приносит кому-то радость, позитив. Остальное все. Остальное все это шоу. Так что всем огромное спасибо. Целую, обнимаю и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok